если мы сегодня сойдем на уровень общины или церкви или дома молитвы где мы присутствуем помните павел сказал что господь еще вошел на небеса и оттуда дал служение людям апостол пророк евангелист пастор учитель 5 идеал чтобы пять разных служений доминировали в общине верующих таким образом община будет с разных сторон правильно сторон правильно сбалансирована и мы сегодня замечаем что посреди нас ну как бы нет апостолов или но есть много разных людей которые говорят я апостол или там пророки мы видим мало пророчества и община в основном под влиянием пасторов учителей немного евангелистов немножко там где-то сам пророки приходят то мы видим определенный дисбаланс и понижение эффекта то есть мы понимаем для чего господь хотел чтобы цари судьи священники и пророки были посреди народа израилева то есть вот там самуилом саулом по всей видимости произошел этот дисбаланс но вернемся к второзаконию 17 глава 14 стиха поставь над собою царя подобно прочим народам что это значит то есть царь должен быть как в народах которые окружают израиль но он обязательно должен быть не иноземцем он должен был быть своим одним из двенадцати колен достойного которого господь выявит укажет и мы помним что самуила господь сначала показывает ему саула а потом показывает ему давида и господь подводит его показывает ему кого-то конкретного но почему вот это вот выражение подобно прочим народам здесь по всей видимости подразумевается используя ту структуру власти царя которая в данное время наиболее актуально что это значит во времена давида каждый царь он был таким как бы самодержством он сидел наверху пирамиды и под ним была целая масса людей позднее стали вводить а демократические институты сенат парламент и прочее и мы видим что в израиле соответствии с этими временными значительными изменениями также есть изменение структур власти сегодня это премьер-министр который по сути является царем но не пожизненным а на четыре года и вокруг него есть разные парламент и кнесет и так далее которые помогают ему руководить страною в былые времена это возможно был давид и там вокруг него пять советников они то пятером и там шестером делали все что они хотели то есть подобно другим народам и когда господь говорит про царя то говорит и когда ты поставишь над собою царя то не может первым быть иноземцев важно чтобы он не был человеком который ищет только наживы для себя умножал коней 16 стих говорит сегодня можно было бы сказать чтобы он не увеличивал парк своих мерседесов 18 стих чтобы он не бегал за женщинами 17 стих прошу прощения и 18 стих важно чтобы царь сделал копию с свитка законов которые есть у священников и чтобы они он руководствовался принципами вот этого слова тогда посреди тебя будет присутствовать правильные судьи шофет шофтим которые правды правды будут искать будут цари которые будут погружены в слово божье подобно подобно иисусу навину помните господь ему говорит очень конкретно если ты не будешь отступать от заповеди то успешен будешь то есть и дальше в этой же главе господь бог говорит через моше о коэнах кав и он говорит 18 глава с 1 стиха священникам левитам всему колену левину не будет части и удела с израилем они должны питаться жертвами господа его частью удела же не будет ему между братьями сам господь бог удел его позиция коэна она не была выборной это были конкретно дети аарона и там от нас ли по наследству все передавалось но бог выстраивает чтобы священники были одним из четырех его инструментов я сказал шофет мэлэх коэн которые бы руководили народом которые бы направляли людей к творцу через литургику и через жертвоприношение священства чтобы они представляли из себя людей которые вовлечены в господа бога я наверно таким образом попытаюсь выразить что если царь он занимался администрацией и управлением шофет разбором дел то коэн из себя представлял человека у которого одни мысли были только творец если мы перескакиваем новый завет деяния апостолов вот примерная картина когда апостолы сказали мы не хотим заниматься там дележкой еды пускай для этого будут подняты диаконы мы будем углубляться в слове чтобы сейчас в момент развития дополнительного которое господь раскрывает перед израилем новый завет с господом мы дадим теологические или галактические установления мы будем копаться в слове выстраивая библейскую школу и как научить других чтобы израиль вот сейчас продолжил двигаться в правильном направлении то есть коэн он предназначен для этого это как бы божий человек который просто с господом присутствует и здесь даже сказано в второзаконе 18 главе у дела не будет ему между братьями то есть он не должен заниматься чем-то другим он полностью посвящен господу богу и так мы разобрали мэлэх шофет коэн я здесь сделаю одно маленькое замечание в этой недельной главе почему-то все начинается с шофета а не с мэлэха мое мнение просто мое не знаю почему наверное потому здесь господь начинает не с царя не начинает и поставь царей когда придешь и потом судей а именно судей потому что если мы видим функции самого творца то после того как он совершает творение он вдруг моментально раскрывается в священных писаниях книги бытия как шофет как мы уже сказали шофет это тот который должен разбирать дела народа это хорошо это плохо ты прав ты не прав то есть как бы делать разделение и мы видим что господь делает разделение сразу после творения он разделяет тьму от света он разделяет чистое от нечистого он разделяет воду от суши он даже разделяет человека на мужчину и женщину то есть разделять и по сути каждый из нас каждый из нас ежесекундно разделяет чего-то он смотрит на напиток в своей чашке нет нехороший разделил или смотрит хороший буду пить хорошо он смотрит на поступки своих детей на свою работу этим я хочу заниматься этим я не хочу заниматься мы постоянно занимаем разделе занимаемся разделением на поэтому про судью в этом недельном разборе как бы все начинается с него ну давайте продолжим мы троих разобрали 18 глава 15 стих пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе господь бог твой его слушайте так как ты просил у господа бога твоего прихариве в день собрания говоря да не услышу впредь глаза господа бога моего и огня сего великого да не увижу более дабы мне не умереть и сказал господь хорошо не говорили я воздвигну им пророка из среды братьевых такого как ты и вложу слова моего ста его и он будет говорить им все что я повелю ему а кто не послушает слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу очень интересное местописание первое мы видим что как бы желание чтобы был пророк представляющий народу слова божии вышло не от бога от народа вы просили меня у горы харив и здесь сказано и сказал господь хорошо что они так говорили вы знаете если мы сегодня имеем вот всю библию откровение нового завета знаем про ешуа что он есть образ бога невидимого который он явил и прочее то мы лучше понимаем суть вот этого вопроса крика то есть народ стоя перед горой хорев видя славу и величие божье зная что никто не может остаться живым видя самого присутствия божье как бы говорит спусти напряжение дай нам от себя кого-то кто будет представлять тебя но не спалит нас сразу мы не умрем и господь говорит ну как бы я сейчас иносказательно интерпретирую мой сын будет представлять меня среди вас с другой стороны здесь говорится кто не послушает пророка сего будет наказан в других местах и сказано и карет на все его душа будет отрезана от будущности израиля то есть это одна из центральных заповедей для еврейского народа уверовать в того пророка про которого говорил господь бог через муж или муж и про которого говорил часто в книге тора что это нам говорит у многих евреев сегодня проблема проблема с тем что не уверовали в того пророка и я верю что милость божья удерживает есть как бы интегральная связь всего израиля поэтому поговорим на следующем уроке который будет называться скиния давида но суть того что вот глава шофтим и она говорит о четырех о четырех направлениях которыми господь хочет царствовать своем народе еще немножко про пророка нави иврита пророк от слова лави или вести направлять в других местах писания по-другому называются пророки вы помните в те времена пророков называли прозорливцы помните такое место было сказано или провидец провидец скажи мне нам очень важно разделить кто такой нави и кто такой провидец провидцы или прозорливцы это исайя это иеремия это тот же самый самуил это нафан это амос это люди которые имея дар видеть будущее или соединять сегодняшнее состояние народа с стандартом торы и с грядущим искуплением в мессии с грядущими судами с грядущим возмездием и прочее прочее это прозорливцы которые видели и ведущие от слова вести это те люди которые определяли эпоху которые просто определяли целый период времени если мы посмотрим на священное писание и я в других наших программах на эту тему говорил и на таком уровне во священных писаниях было три их первый это был авраама вину который во время тотальной тьмы которая покрывала землю вдруг определил семью веру путь господу богу и господь ему сказал ты будешь представлять меня это представительство до сих пор актуально почему сегодня все верующие бога они являются детьми авраама написано вы народ мой евреям сказано дети авраама это генетическое или к уверовавшим не евреям сказано через иешуа машеха через иисуса христа вы стали вы стали детьми аврааму вы стали авраама народом вы присоединились вы пошли по этому пути другим подобным аврааму ниви пророком был муше он выводит израиль из египта он дает через него господь бог дает тору и это целый период который дает народу доступ к творцу ведь исполнение торы это не просто набор каких-то понятий и заповедей которые вот делаешь ими ты будешь благословлен камуван конечно но основная вещь когда мы стараемся исполнять то о чем нам тура говорит мы как бы становимся дверью мира грядущего в мир сей для тех благ господних я уже говорил и будете устройте мне святилище и я буду среди через вас пребывать среди следующем и который повел народ это был наш господь иешуа и он сам говорит про себя подобно моей и сей сказал обо мне то есть он а пророк теперь если мы посмотрим на служение нашего господа иешуа мы увидим что в его жизни до креста осуществилась одна из миссий понятно машиах и в еврейских представлениях машиах он должен быть царем судьей первосвященником и пророком но в жизни до креста больше всего осуществилась его миссия как пророка он приходит учит и устанавливает новую эру эра нового завета эра нового завета для израиля и эра нового завета для тех кто через него прилепляется к народу израиля становится верующим в господа бога единого творца миров бога аврама и цхака и якова после креста после вознесения мы вдруг замечаем как другая функция иешуа начинает работать очень конкретно коэн и мы видим что он является ходатаем то есть первосвященником за нас он там и вот послание к евреям очень сильно занято именно вот этим концептом машиах он становится первосвященником ходатаем он нас представляет пред лицом господа бога позиция первосвященника это что-то очень особенное и я сейчас не буду перепрыгивать другие места описания чтобы не усложнять тему но просто намекну вы помните наверное когда израиль вошел в обитованную землю ему господь бог сказал израилю устрой города убежища чаще всего города убежища это были те места в которых жили коины и левиты в то время когда у них был отпуск от храмового служения в иерусалиме жила только определенная группа этих людей которые ну ротация происходила не менялись и города убежища это те города когда человек совершал грех убийство не дай бог там рубил дрова и случайно соскакивал топорища и убивала кого-то он мог убежать в такой город и остаться там и мститель за его кровь вендетта она не могла действовать не мог прийти мститель в этот город и убить этого виновного в гибели своего родственника и наказать его за это но есть интересная штука там вторе сказано что в если первосвященник умрет то смерть его искупает вот этих вот неумышленных убийц и они могут свободно выйти из этих городов убежищ и вернуться к своим семьям и жить там где они жили раньше очень интересное место смотрите случается не дай бог такое горе человек виновен он убил случайно он прячется в таком городе а священник первосвященник только зашел в свою позицию здоровы крепки и будет про и будет первосвященником еще лет сорок то есть этот человек убийца не неосознанный то есть не неумышленный убийца ему придется 40 лет жить в этом городе убежище другая картина он попадает в этот город убежище а священник престарелый старые через три месяца полгода он умирает через три месяца этот человек может выйти на свободу может быть вне этого города убежища то есть из этого мы видим интересную вещь а что человек искуп то есть целая группа людей могла искупаться смертью первосвященника и вот послание к евреям говорит что мы имеем даже не такого первосвящения как которым искупалась грех целого поколения непредумышленных убийц мы имеем другого большего об этом мы будем заниматься позднее через урок или через два а сейчас для закрепления темы в еврейских ожиданиях машиах должен представлять из себя пять служений мелых царь шофет судья коэн это священник и нун нви пророк ешуа до сегодняшнего момента раскрылся нам как нун нви пророк который определяет целое поколение кав коэн который ходатайствует о нас но он по сути в реалити еще не открылся посреди нашего народа и на земле как тот который будет царствовать мелых и который будет судить дела всех но мы читаем в новом завете что когда он вернется станет царем над царями здесь и станет судить народы этого еще не случилось итак мы разобрали урок первый который бы я назвал мешкан или пребывать в святилище и следующий урок будет называться скиния давида об этом мы поговорим в следующий раз желаю вам благословения желаю вам интересоваться священными писаниями и перед наступлением рожь ашана хочу пожелать вам чтобы шофар божий звучал в ваших сердцах принося мир с небес к вам вашим близким вашим семьям шана то ва ве матука для всех вас наши дорогие друзья будьте благословлены м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»